Охотой нет, занимаюсь фотоохотой. Взял с собой немножко чучел, может быть, пусть полетит, говорят, еще не весь улетел. Палатку, топливо. Димон, он на вездеходе едет. Привез для будущего гаража бревна. Еще не уехали, уже первое испытание. Пока для гаража тут таскали место, разравнивали. Пришла тучка, причем такая очень даже немаленькая тучка. Вот, есть мыслишки. Или переждать. Но в любом случае придется сейчас нам все загрузить. Вездеход закрыть. И уже будем думать, либо в дождь ехать, либо переждать. Проехали километров 8. Бак сейчас заправил. Парни вон тут достают какие-то припасы, чтобы удобнее сидеть было. Поедем дальше. Снова попали в ливень. Надо было в лесу остаться, переждать. Дождь с градом пошел. Все затянуло. Промежуточная стоянка. Доехали до прошлогоднего лагеря. Проведали. Все нормально, все на месте. Температура сегодня плюс 6 градусов. Все, двигаемся дальше. Снова попали в ливень. Хорошо одежда, хорошая одежда. Не вымокли совсем. Дожди не сильные. Но так минут по 20 так льет. Уже заканчивается. Очередной перекурчик. После дождичка все успокоилось. Кучи все ушли. Небо чистое. Лес просто супер красивый. Но нам еще ехать наверное километров 5 осталось. Нашел внизу в лесу нитку. Такой ниткой лесники обычно делянки отмеряют. Вот видите? Плохо видно. Но это еще не самое страшное. На этой нитке мы нашли запутавшуюся и повесившуюся птичку. Вот смотрите. Причем птичка-то свеженькая совсем. Вон мягонькая. Еще совсем буквально сегодня задохнулась. Вон. Нет, она клювом короче зацепилась кончиком, языком. Ага, языком запуталась за нитку и погибла. Не смогла ничего сделать. Вон. Свеженькая, совсем птичка. Во время очередного перерыва ходил по лесу, искал рога, нашел гриб. Сморчок. Сидит глухарь. Сейчас попробую приблизить, но на маленькую камеру не увидеть, наверное, будет. Попался очень терпеливый глухарь. Я пофоткал на фотоаппарат, на экшн-камеру. Раздербанил весь рюкзак, на самом дне достал нормальную камеру. Он сидит. Смотрит. Как оказалось, тут два глухаря. Вот он первый сидит. Второй. А где первый? Второй. Вот сидит первый глухарь, которого я увидел. А сейчас покажу, где у нас второй сидит. Где-то здесь вот. А, вот он второй. Вон два глухаря. Смотрит. Ничего не бояться. Споткнул, я попеременю. Так что уже не зря есть красивый. На ток у меня попасть не получилось, но глухарей я увидел. На меня есть. Хорош! Все, кати. Все, приехали на место. Здесь у нас будет лагерь. Опять дождик надвигается. Не знаю, успеем или нет. Но в любом случае палатку будем ставить здесь. Палаточку мы поставили. Сейчас закрепим. Немножко не в стандартном месте. Вот такой вот рельеф. Но приспособимся. Поставились в лагере. Сейчас будем здесь обживаться. А вечерком попробуем гуси послушать. В туалет ходил? Нет, просто рога смотрел. Я уже два раза смотрел, куда шел, потом обратно. А тут я тропин где-то видел, да? Так я туда по одной шел, а потом по другой. Расположились немножко. В этот раз у нас в избушке будет повеселее. Так как я не один, как до этого, а нас трое. Правда, у меня раскладушки всего две, поэтому здесь будет спать один, здесь второй, а третий вот в этой ямке. Она настолько удобная, что... Да, хоть сам тут ложись спать. Более, такой. Она такая, как эргономичная. Тут коврик постели. Вообще шикарно. Столик немножко подальше эту раскладушку отвинем. Все. Тут еще двоих можно. Танцевать, короче, сегодня опять будем. Разогревается уже еда. Там стол будет. В том углу Андрей у нас будет спать где-то. На стульчике. На стульчике. Все, что это идеально. Вот. Так что вот, пока мы так разместились. О! Ого! Придадели. Слышал звон. Не знаю, где он. Вечерний. А это наши друзья. Друзья. Эть, красавцы. Близнецы прям. Огурчики. А, стакан вижу. Огурчики. В этот раз, парни, нормальную тушенку из медвежатины. А, смотри-ка. А, мясо есть. Медвежатина. А, сейчас с гречкой не пойду. Примерно так должна выглядеть настоящая тушенка. Где же ее взять-то этих медведей-то? Ну, они ходят. В прошлый раз два раза приходил. Придумали небольшой лайфхак, как сделать освещение в палатке очень хорошее. То есть у меня обычный вот такой фонарик налобный. Вот. Без него не светло. Если он вот сюда светит, обычный свет. А мы поставили на крышу отражатели обычную пленку, которая отражает. Вот. Видно ее так вот раскинули. И она теперь очень сильно вниз. И все, короче, освещает внизу. До этого только верх освещал, а внизу так. Щуриться приходилось. И сейчас с одного маленького фонарика все хорошо видно. Поэтому, если у кого есть такая возможность, ставьте светоотражайку. ну или производителю надо будет посоветовать, чтобы что-нибудь такое придумали. Фольгу какую-нибудь плотную можно. Ты не подсказывай там. Журавль ходит? Два. Два уже? В этот раз пришлось подложить под печку полежки. Потому что у нас очень неравномерный пол получился. И это бугор. Таун Андрей вообще в ямке спал. Ну, а тут он это как черничник да брусничник здесь. Прошла очередная ночь. Сегодня переночевали на острове. Вечером у нас ни один гусь не прилетел. Пришел журавль подлетел. Нам ног подманили. Вот. Метров, наверное, на сто подлетел. Ходил тут. Два оказалось. Пока сюда ехали, глухаря встретили. Хорошо так сидел нам, позировал. Вот. Ну и в принципе все. Сейчас палатку собираем по-быстрому и поедем на озеро рыбачить. Тут километров пять, наверное, озеро будет. Может, нет, наверное, побольше километров семь. Вот. На озеро, короче. Субтитры сделал DimaTorzok вон поднялась. Ну вот приехали на озеро. Больше трех часов ехали. Полтора бака от топлива спалили. Наконец-то добрались до нашего заветного озера. Димон, он сразу побежал рыбачить. Андрей в палатку спать рухнул. Ну а я тут своими делами занимаюсь. Сейчас солнышко припекает. Есть даже мыслишки искупаться. Но водичку пока еще не пробовал. Так как сегодня мы живем на болоте, палатку пришлось прямо на мох ставить, поэтому без дна мы это делаем. Решили так, если рыба будет клевать нормально, то остаемся ночевать. Вот. А если клевать не будет, ну, до вечера тут половим, поделаем что-нибудь. И тогда в сторону дома двинемся. Чайник поставил. Покушать надо, приготовить. не клюет пока. Не клюет. Дима обошел все озеро, говорит, поймал одного окунька, оборвал одну блесну. Большой окунек-то? Ох, с ладошку такой. Большой для этих мест. Ну, для этих мест, да. Ну, вот только на заходе поймал, думаю, еще озеро обходить. Наловлю. Выпустил. Понятно. Вот. Ничего не получилось. В палатке у нас один клиент спит. Сейчас подождем, пока проспится. Клиент дозреет. Да. Клиент, когда дозреет. И тогда домой поедем. Потому что, ну, гусь сюда, скорее всего, не прилетает. Уж на том болоте, на большом, этот год весь стороной прошел. Ну, просто нет. Его я даже чучела взял, он расставил сейчас. Думаю, может быть, полетает, там сядут рядом, еще что-то, он и плавающий взял. Не, ничего. Даже за вечер весь ни разу гуси не слышали. Рыбку всего одну поймали, поэтому особого смысла здесь оставаться на ночь не видим. Сейчас покушаем, отдохнем немножко и будем обратно в дорогу собираться. Привет вам, ускорочного киногероя. Привет, отморозки. Не, это еще подождать надо. Так, ты ловко устроился. Мою ложку взял, мой стул и мой стол. Все нормально. Да? Я еще не брал. Я не брал. Я не брал. Сознание. Сказочный герой. Стесняется еще как раз надеется. Завалился чей-то? Ну, наверное. Только решили, что едем домой. Тут, который у нас все время спал, проснулся, пошел ловить рыбу. Второй, который бодряшком ловил рыбу, срубился, лег спать. Мне ничего не оставалось делать, как сама затопить печь и пойти самому просто отдыхать. Так что я пошел отдыхать. 4.30 могу ехать. Это мы 2 часа поспали? Да. Хорошо, все уснули. Но одному места не хватило. Он нашел его. Смотрел. Наконец-то одна хорошая новость. Несколько дней жил в одном месте в поисках этих гусей. Ну, нету. Позвонил охотоведу, говорит, у нас в деревне, говорит, есть гусь. В болотах нет в этом году, охоты так как нету. А в полях есть. Короче, сейчас экстренно собираем. 7 времен 5 вечера. Как успеем, не знаю. Сейчас, ну, тут хорошим только темпом часа 2-3 выезжать до дома. Там быстренько все скидаем в машину, что можем. И поедем в поля. Вот такие у нас приключения на данный момент. Но это еще не конец. Самое главное, впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok